Время начало первого ночи. Мы находимся в городе Анталия. Детей положили спать в номере и сами гуляем. Магазины работают, да, вот уже. Время 12, начало первого ночи и вот магазины работают. Многие, конечно, уже закрыты, народ ходит с детьми, девушки ходят, гуляют местные. Прямо перед нами идут две девушки. Ничего не боятся. Обстановка мирная, спокойная. Кто думает, что в Турции по ночам страшно, что пристанут. Да, вот дети, родители, все гуляют. Покажи свадебные платья. Да, вот мы идем по улице, где магазины свадебных платьев. Вот, смотри, как висели слева золотые маникены. В каждом доме бутики свадебных платьев. Вот опять люди гуляют, мотоциклисты. Все тихо, спокойно. Одинокие девушки гуляют. Ничего не боятся. Это говорит о том, что в Анталии все цивилизовано. То, что у нас говорят в России там или в Украине, что здесь дикий народ, это абсолютная неправда. Так могут говорить только те, кто здесь ни разу не был. Здесь гораздо спокойнее, чем у нас. Никто ни к кому не пристает. Никто ни на кого не нападает. Абсолютно спокойная, размеренная, ночная жизнь. Да, улица называется Ишиклар. И она полностью посвящена свадебным платьям. Вот такой вот стоит одинокий мужчина. Машет нам рукой. Привет, дорогой. Кафешки все открыты. Мы сейчас идем на БТА. Да. Жена у меня предлагает зайти на базар. Сейчас идут в замке. Они едят лучше. Ну, это ортодоксы. Ортодоксы исламской религии. Да. Днем не едят, не пьют. А только после захода солнца. Но, в принципе, таких людей немного. Как и у нас в России, в Украине. Ортодоксальных христиан мало, которые полностью соблюдают все условия православной религии. Также и здесь мало мусульман, которые полностью ортодоксально соблюдают условия исламской религии. Да. Зашли на базар. Дети гуляют, мамы, папы, дедушки, бабушки. Никто не спит, да. Все гуляют. В основном продается одежда, различные игрушки, украшения, обувь, картины, рисунки. Такой рядовой турецкий базар. Если тут на 5 лир, то я покупаю. Здорово. 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 Мераба. И Акшимлар. Мы пошли. потихоньку учим турецкий язык хотя бы приветствие на турецком языке знать вообще турки очень доброжелательный народ стоит только обратиться с каким-то вопросом как тут же все это решают даже пытаются если не понимают то пытаются решить твой вопрос твою проблему это уже было многократно у нас вот все по 10 лет по 100 рублей удача говоря любая шмотка любая вещь 100 рублей вот такая рубашка 100 рублей вот такая футболка 100 рублей что еще вот что-то вот такое вот такая футболка 100 рублей российских 10 турецких лет вот штаны а-ля джинсы 100 рублей вот футболочка для ребенка 100 рублей 10 лет все по 10 лет тут воротник перетянут да идем дальше даже вот сейчас мы здравствуйте спасибо пока не надо да зачем к мальчик даже вот сейчас мы сами пошли искать а вот кстати тминовое масло из черного тмина натуральный свежий черный тмин и из него вот капает тминовое масло выжимается а это выходит сухой жбов и я к шиба 3 вещи 10 лет 3 за 10 трое трусов за 10 лет трое носков за 10 лет форма спортивная вот такие футболки 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 25 лет вот салют отлично youtube youtube вот супер год чемпион да 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 а да а у вас великие штанишки понятно что видите оптика очки парфюмерия подделка вот парфюмерия однозначно здесь поддельная продается это сразу чистится по запаху и видно по упаковке с внимательностью вот и акшемлар и акшемлар здрасте привет здравствуйте здрасте девушка да 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 какие бы нравятся тебе пожалуйста не какие бы нравятся и не это это товарищ и да я и и они и 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 не, у меня цветный цвет не, это новый, это не старый продажите, пожалуйста я не отмана говорю разные цветы настоящие продавец говорит, что эти духи тестовые из Дубая из Арабских Эмиратов тестеры он набрал продает тестеры что это настоящие не подделки реально по запаху похожи потому что у меня Allure Homesport куплено в Duty Free и он это сделал попшикал в воздухе и запах очень похожий так что сложно сказать подделка это реплика или же это действительно настоящая глядя на пузырек не создается впечатление, что это оригинал извините можно что-нибудь за две можно две нет я не удивилась но молекулы не совпадают все остальное совпало первой нотки я не знаю как они потом пузырьки у этих духов у туалетной воды пузырьки видно, что сделаны низкокачественно не молекулы вообще не совпадают есть похожие нотки похожие нотки есть первые но глядя на пузырек видно, что это такая дешевая подделка масло красные закуски оливки маслины у нашего масла нет сизма не знаю это тоже хорошее нам надо пробовать насыщенный это вот в этот раз мы купили а до этого оно было желтое оно было желтое надо все равно пробовать надо пробовать перед тем как покупать попробовать и понять нравится а здесь не прямо насыщенный темный цвет не знаю масло сыр масло сыр выташенный сыр вот так пошел сок шелковицы короба есть короба все все тут добавляется сыр и 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 только если рано утром выбросить к приезду машины такое невластное правило хотя в принципе может быть даже это и согласовано собственниками жилья жителями вот здесь появился новый отельчик небольшой такой бутик-отель абсолютно новый кап де перге hotels вот такая небольшая территория тут стоянка для машин и там дальше отель довольно такие хорошего уровня они построили себе лифт спуск к морю на лифте но отель как я уже сказал бутик небольшой и у него ограничение по возрасту 18 плюс а вот это мы проходим казан хотел казан хотел но это что-то типа трешки или двушки не знаю вот он казан хотел а вот мы пришли в маркет продуктовый хотим что-то себе купить из продуктов посмотрим что тут есть сигареты хлеб время уже 1 час ночи и он работает чай конфетки шоколадки вон рыба вот рыба какая рыба тон это то дарданелло 19 года 14 марта 19 года не знаю сейчас посмотрим кетчупы смотри какой пиво различные вода всякие эти сухарики картошка пиво эфес бомонти бомонти не знаю как и так и мелочевки тут даже одежда есть он смотреть шорты плавательные смотря не футболки какие-то маяки вот такие а я смотрю как а аня такие вот тут маечки интересная то есть вот такой небольшой маркет в котором можно купить очень многое бейсболки носки женские футболки кола дорогой алкоголь закрывается уже а мы все тогда будем до час водка даже есть достоевский классик ты смотри водка достоевский а не стоит вино очень все хорошо пиво а вот пиво хорошее голд тубор голд тубор голд смотри сама я не люблю да в этом маркете мы не смогли ничего купить потому что там не принимают карт алир у нас с собой нет оставили в номере отеля свет включился на данной улице но народу везде много ходит никто не спит все хорошо о снова включился в багдаде все спокойно вот обычный кстати турецкий до обычные стандартные дома и живут обычные люди там магазинчики где только что мы были и не смогли купить из-за того что у них нет оплаты по картам они нам подсказали что можно пройти и показали даже куда идти что вот можно пройти в этот магазин the rose market здесь можно оплатить по карте карта визы а вот и наш отель ромада плаза то есть напротив прямо нашего отеля время это больше 12 1 час 1 час ночи магазин и работают заходим сюда смотрим что тут есть орешки на раба жвачки шоколад сигареты алкоголь причем алкоголь то есть хороший да выборолка более хороший вина крепкий напитки пиво 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 дуборк банонки миллерберг экс кола соки лапша макароны фанта чили губерси молочная продукция молоко йогурты айрам сыры яйца сосиски соусы различные масла различные хлеб химия быковая насыщая Косметика. Так, ну нет, здесь баллыка принес. Вот эти бринглсы. Да. Ну вот, мы купили себе, решили купить консерву тунца, попробовать. Потому что слышали от людей, что это вкусно. Сейчас попробуем. Пришли обратно в отель, в бар. Кстати, в баре здесь есть вот такие напитки. Смотрите внимательно. Вот такие напитки здесь есть. Но это за дополнительную плату. А здесь мы возьмем теперь пиво. Пиво возьмем. Добрый вечер. Миробэ. Давай вот здесь стрелочку, белочки. Какие вот прям хотим. Паспоровать меня бардан. Готовят коктейли. Я вам вот. Что-то наис? Что-то наис? Я сейчас. Ну, и шамутки. Мне кажется, что... А, как... Витя брал горячий шоколад сельдой. Внизу в баре, в бассейне. Наверное, это вот то же самое. Вот это... Ход шоколад? Нет, это бейлис. Бейлис? А, бейлис. Горячий шоколад. Нам бир. Бир. И мы хотим вот это съесть. Любите нам билочки. Время, час ночи. Мы распробовали турецкого тунца. Фирма Дарданел. Тун. Тунец. Очень вкусно. Рекомендую покупать. Очень вкусная консерва. Две банки. В России таких консерв такого качества нет. Наш консервированный тунец, который я вижу у нас в магазинах, он гораздо хуже по вкусу. Эти консервы гораздо хуже по вкусу. Одну консерву уже съели. Сколько? Осталось вот масло и остатки тунца. И запиваем пивком. Так стоим, скажи. И мы такие две банки купили за 28 лир, да? 28,50, по-моему. В общем, пусть будет даже 29. В общем, 29 лир, так скажем. Вокруг лил в большую сторону. А лиры сейчас 10,50. А, лиры 10,50. В рублях. Ну, у нас дороже. Покажу вам немножко вечерний интерьер. аромат и плазы. Залог. Рифт. Ну, и там магазины. Ну, все. Всем пока. Спокойной ночи. Турка. А-а-а. Аминь.